Всем привет! Это Алексей Шудько. Покажу еще одну флейту, которая тоже направляется в Израиль. Это семидырочная сикухати в ноте ми. То есть она как бы 1,6. Это бамбучина, как и все другие корневые бамбуки, ко мне попала. Ну прям велением судеб, по-другому не скажешь. То есть до того, как она стала флейтой в текущем виде, она прошла столь приключений, что даже упоминать не стоит. Вот эта данная семидырочная система, она европейская. То есть я забыл имя товарища, который ее разработал. То есть фактически чем она отличается от пятидырочной? У нас присутствует вот этот полутон, который делает, собственно, цумери. С помощью дополнительного отверстия можно добиться цумери. Как бы не сильно изгаляясь. С изгибами, вот этими всеми делами. То есть судя по всему, это разрабатывалось для того, чтобы при тембре Сикухати добиться можно было каких-то быстрых ходов. Без конкретизирования вот именно японской орнаментации. Орнаментации вот этими всеми щечками. То есть это тоже по-своему прикольно. Но ближе вот к западной музыке все-таки именно такая система. Тональность ми для такой системы очень удобная, поскольку получается, что именно в тональности ми как раз получается не единого полутона. При аппликатуре полном открытии отверстий. То есть нижняя нота ми, потом у нас идет фа, потом идет соль, ля, си, до, ре и опять ми. То есть это у нас чистые белые клавиши. При той же ре мы бы уже попали на какие-то черные клавиши. Вот. Май ему тут такую картину. Собственно, чего она делалась, как обычно. То есть воль на выдумку хитрая. Это в связи с тем, что предыдущий владелец этой палки пытался сделать из нее флейту, но очень уж переусердствовал с отверстиями. То есть он их сделал огромными. И неуместно попадающими, скажем так. Мне пришлось их заделать, и чтобы потом их как-то сокрыть и вот это все дело облагородить, нанести вот такой вот узор. Кроме того, конечно, здесь с каналом была беда. То есть когда человек так вот схватается, сходу пытается что-то сделать, то, как правило, переусердствует с какими-то уже характерными для узнавания локациями. То есть, например, вот здесь вот, да, пытаясь сточить перегородку, человек переусердствует, и получается наоборот там какая-то яма. А это для звука и для баланса, ну, это беда. То есть здесь много пришлось поработать шпаклевкой и грунтовкой. В итоге здесь еще под финал лежит два слоя лака разного. Сначала идет яхтный, а потом акриловый водостойкий. Здесь вставочка делалась обычным способом, то есть без изгаления. Поскольку под вот эту вот, под вот эту вот всю как бы операцию здесь не хватило бы места. То есть, если вот присмотреться, то некоторая даже есть асимметрия. Ну, разгоняться и укорачивать ее, потеряв, собственно, удобное вот окончание коленом, было бы неуместно. Кроме того, для того, чтобы она попала в ми, пришлось сделать такой вот взрыв петарды в кабачке с капустой. Вот. То есть немножко ее повысить. В принципе, работаю я очень доволен. Это крутая штука. Можно сказать о ее темпре, что она темного темпра, то есть у нее больше низов. Такой вот какой-то жесткой основы. Но при этом, сколь неудивительно, верхние звуки еще не режут слух. То есть, тут есть вот такой как бы всегда компромисс или что-то в этом духе. То есть, либо высокие режут ухо своей резкостью, то есть в них мало насыщенности еще более высокими частотами. И они не так гармонично звучат. Они просто вот рвут пространство. Но при этом мы можем сделать хороший низ. И управляемость внизу будет потрясающая. Это, собственно, дает там широкий канал. Либо же куда-то как-то наоборот. И сделать вопрос компромисса имеет место быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА